Незаконные визиты посла по особым поручениям МИД Армении Эдмона Марукяна, а вслед за ним и генпрокурора Армении Артура Давтяна в Ханкен-Ди вызваны внутриармянскими причинами. Такого мнения придерживается азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков. По словам собеседника ДайАС, известно, что противники премьера Никола Пашиняна в лице экс-президентов Кочаряна и Сарксяна сохранили сильные позиции на территории Огрызка, который продолжает себя именовать как НКР. Когда к митингам в Ереване присоединился митинг в Ханкен-Ди, это сильно обеспокоило Пашиняна и его команду. Дело в том, что это с одной стороны может придать, импульс противникам Пашиняна, обвиняющим его в готовности в кавычках «сдать Карабах». А с другой стороны, на территории, которую временно контролирует РМК, осталось несколько тысяч вооруженных человек, которые в критический момент могут оказать силовую поддержку митингующим противникам премьер-министра в Ереване, а также стать исполнителями террористических атак о него самого и членов действующего правительства, отметил политолог. По его мнению, скорее всего, Марукян должен был конфиденциально разъяснить Арутюняну и самозваным лидерам карабахских армян тонкости позиции и политики Пашиняна на переговорах с Азербайджаном. Агент-прокурору поручили довести до карабахских лидеров риски, которые могут возникнуть для них самих, их собственности и родственников, в случае поддержки ими противников Пашиняна. Судя по всему, приезжать в Ереван, чтобы выслушивать предупреждения, карабахские лидеры в кавычках особого желания не выражали. Поэтому Пашинян был вынужден направить своих посланцев в Хан Кен-Ди для серьезной беседы. Однако, какими бы мотивами не были вызваны эти визиты должностных лиц Армении на суверенную территорию Азербайджана, они были незаконными и выраженный соответствующими структурами протест Баку был полностью обоснован, сказал Расим Мусабеков. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.